Великий человек Великий человек смотрел в окно Горизонный бокаль был неподвижен Just a second I must remember Let me start again Великий человек смотрел в окно Для нее весь мир кончался краем Его широкой гренческой туники Обилием складок, выходившей на остановившееся море Он же смотрел в окно И взглядывал сейчас Был так далек от этих мест, что губы Невольно Горизонный бокаль Но ее любовь была Баба, я забрал несколько слов Это все же для вас, я думаю Но вы Есть? Замечательно От места, где он умер, до места, где родился Расстояние теперь уж непреодолимое Дело даже не во времени Ни страны, ни города, откуда 40 лет назад уезжал Иосиф Бродский На свете больше нет И, значит, вернуться уже никак нельзя Но летом 2014-го по распоряжению вдовы Иосифа Бродского Марии Последние в жизни поэта вещи Отправляются в первый его жизни дом Полторы тысячи предметов, которыми он дорожил Целый год будут добираться машинами и кораблями по суше и по морю Из США в Россию Санкт-Петербург Угол Пестеля и Литейного Дом Мурузи В 2015-м Иосифу Бродскому могло бы исполниться 75 лет Я родился и вырос в балтийских болотах Подмер Серых цинковых лоб Всегда набегавших подмер И отсюда все ритмы Отсюда тот легкий голос Вьющийся между ними Как мокрый бомбас Если бьется вообще Вот он не мог родиться в другом месте И в то же время не мог бы здесь быть И прожить И писать в результате Он ленинградский поэт Ленинградский поэт И все очень гордятся тем, что он ленинградский поэт И в смысле Бродского никто никогда не говорит Петербург Мне кажется, все всегда говорят Ленинград Для меня долгое время мир, культура делились на советскую и антисоветскую Ну с понятным отношением к той и другой А когда потом я понял, что кроме советского и антисоветского существует еще не советское В этом смысле Бродский это основоположник не советского для меня В наше время Бродский становится Становится Продобрать бы слово Аналог раскрученный, как бы это сказать У нас если спросить на улице То человек, скорее всего, конечно, вспомнит школьную программу Пушкина Ну, может быть, Маяковского Есенина А Бродский Ну да, слышали, скорее всего Слышали Ставить его в один ряд с Пушкиным сложно Потому что Пушкин это все-таки Такой чувак из сказок откуда-то из легенд уже А тут-то 96-й год Это я уже жил В общем-то это все вот такое обозримое прошлое Поэтому это все как-то чуть ближе Не придумали ничего более модерного в России Пока Бродский это некий код, объединяющий людей со схожими взглядами на жизнь Вне зависимости от возраста За последние сто лет Среди русской интеллигенции Не было такого человека, который вот смог бы сейчас Стать настолько популярным Уже не будучи живым Он до сих пор умудряется оказывать вот это вот огромное влияние В этих плоских краях То и хранит от фальши Сердце, что скрыться негде И видно дальше Это только для звука Пространство всегда помеха Глаз не посетует На недостаток эхо Вот эта способность аналитически воспринимать И критически И не принимать А сопротивляться Вот это, мне кажется, самое важное для меня интересно Хотелось бы переброситься в то время И посмотреть, как это выглядело Какие эмоции люди испытывали Он, конечно, сделал свою биографию Он был выдающийся мифотворец по части себя И это похвала высочайшая Мне кажется, это прям лучшее, что может быть Герои и создатели этого фильма Люди, собравшиеся вместе во многом случайно И на первый взгляд не имеющие ничего общего Разные профессии, привычки, принципы и идеи Чубаис Анатолий Борисович Певец, музыкант, артист Музейный работник Министр экономического развития России Сейчас я сижу дома с детьми Мама, актриса Мне 27 лет, я занимаюсь книгами Между собой их почти ничего не связывает Кроме русского языка, на котором каждый говорит и думает И русского поэта, американского гражданина И нобелевского лауреата Иосифа Бродского С которым, и в этом было условие участия в фильме Никто из героев не был знаком лично Не видел и никогда не слышал голоса неискаженного звукозаписью Меня зовут Вера Полоскова Я биолог, молекулярный биолог Адвокат Живу в Петербурге, занимаюсь кинематографом Пётр Авин Мне 32 года, я военнослужащий Макс Акова Мария, солистка Мариинского театра Депутат Государственной Думы В каждом из этих людей Бродский живёт как способ Говорить, думать и чувствовать В этом смысле без него Все мы были бы немного другими И значит фильм не о Бродском, а о нас Оставшихся после него Тех, для кого чрезвычайно важно Чтобы хотя бы вещи поэта Вернулись на родину И обрели дом Говорят, что я музыкант Я работаю переводчиком Я владелец маленькой климатической компании Меня зовут Александр Ружанов, я журналист Председатель партии Гражданской инициативы Руководитель фонда помощи хосписам Вера Илья Городецкий Я реставратор Я журналист Я не знаю, кто я Я знаю более-менее, что я Не самый Не Самый Замечательный человек Я знаю, например Я знаю, что я натворил в этой жизни Я знаю, кому я сделал Причинил зло И простить более-менее Ну, конечно, я себя прощаю Но в конечном счете я простить себя этого не могу И так далее И это для меня важнее, чем я русский или я еврей Или я вместе Да Человек не то Не сумма того, во что он верит На что он уповает Не сумма своих убеждений Человек сумма своих поступков Первое узнавание Это такие Рыженькие листочки с машинописью Какой-то там, по-моему, второй, третий экземпляр Со стихами Печатали всякие обличительные статьи в газетах И, соответственно, там давали отрывки стихов Потом как-то они попадали через Сам издать На плохой бумаге С неразборчивыми словами мутными С опечатками Часто приходилось додумывать, что на самом деле было написано в этом стихотворении Семидесятый год Значит, мне 14 лет Я живу в таком пролетарском городе Рюберц Где они тех бродских И вообще о поэзии не сильно слышали И я знакомлюсь там с ребятами, которые учатся в это время в Москве Во вторых из школы Такое элитное заведение И мне дают в списках такие, знаете, слепые копии Напечатанные на машинке Не первый экземпляр Стрихи Я как-то сразу понял, что это настолько сильнее Честнее, прежде всего Можно было всегда отбросить то, что казалось необходимым И неизбежным для большей части советской литературы А быть на самом деле самим собой Это был очень мощный такой вот челлендж, что ли Такой вызов для меня лично Что ведь можно изменить жизнь Она другая на самом деле Не совсем такая, как была в моем маленьком мерке, в котором я жил В моей жизни Бродский взялся от бардов Там был Александр Берзаян, который, не называя фамилии автора, исполнял пилигримов Мимо ресталич, храмов, та-та-та-та-та, мимо идут по земле пилигримы Вот это Было сразу видно, что это из какого-то другого ряда На каком-то другом языке написано, хотя и на русском А до этого здесь некоторые непрелагательные были Чем больше прилагательных, тем лучше А здесь очень необычная поэзия Вот было что-то такое, как бы сказать, вот такое ударявшееся все время, создающее ритм, от которого было не оторваться Но, как известно, именно в минуту отчаяния И начинает дуть попутный ветер И великий муж покинул Карфаген Великий человек смотрел в окно А до нее весь мир кончался край Я родился и вырос в Балтийских болотах Это был 85-й год, летний день, июльский 6 часов 30 минут, точно Окна открыты, деревья, птички поют Гитара Вечером репетиция, я ее должен взять с собой Я должен идти на работу, я инженер электроник Что-то меня удерживает Я бросаю взгляд на листочек Рождественский романс И расчехляю гитару И как-то все складывается Я пою этот текст Плывет в тоске необъяснимой Среди кирпичного надсада Ночной тораплив Негасимый Из Александровского сада Мелодия предложила записать Долгоиграющую пластинку Было понятно, что писать В том числе, конечно, песню Рождественский романс И одновременно с этим было понятно Что худсовет На фирме Мелодия Бродский никак не пройдет Бродский это вот, ну, примерно как Гитлер что ли Вот, поэтому У нее нет никаких шансов Давай ему придумаем псевдоним Будет Борис Осипов Осипов русский, Борис Осипов Давай Жестко приняли Все практические стихотворения А рождественский романс Сказали, ну, вот видите, видимо Хороший автор Борис Осипов Да, это пусть поют Ночной фонарик Нелюдимый На розу желтую похожий Над головой своих любимых Мног прохожих Когда пластинка появилась Бродского Внезапно летом разрешили Сказали, не, Бродский же он хороший И я позвонил на мелодию Сказал, знаете, там Ошибочка вышла Это совсем не Борис Осипов, а Ошиб Бродский Мне сказали, а, хорошо И переправили И выезжает на Ордымку Такси с больными седоками И мертвецы стоят в обнимку С особняками Как и вся поэзия Бродский появился от папы И я думаю, что это Рождественский романс, наверное Самое первое Из самого раннего детства Где-то с двух-трех-четырех-пяти лет Вместо колыбельных Твой Новый год По темно-синий Волне седьмоля Городского Плывет в тоске Необъяснимой Как будто жизнь Начнется снова Как будто будет свет и слава Удачный день и удоволь хлеба Как будто жизнь Качнется вправо Качнувшись влево Качнется влево Качнувшись вправо Ну, наверное Такая Стабильно давно Приобретенная Присвоенная Объясняющая Помогающая Очень часто Качнувшись влево Качнется вправо Качнувшись влево Качнувшись влево Качнувшись влево Все детские фотографии С мамой Именно с мамой Они потом Его рукой Детской То есть как только Он учился писать Они подписаны Ося и мама Какой-то кот и мама Не с папой Не какие-то еще Не с друзьями Именно вот С мамой Как будто жизнь Точнется вправо Точнувшись влево Великий человек Смотрел окно А для нее Весь мир Кончался краем Девнасть ленинизму Вот источник Всех успехов Нашей партии Партии Я был в семье Девнасть ленинизма Я был в семье Номашим Присум Marks expelled, просумingly, for bad discipline and inattention. Besides, I detected several times that I caught teachers lying. By the time of the eighth grade, I was sick and tired of the whole thing, besides the money in the family, we were quite tight. I was quite tight and, at the age of fifteen, I began to work at the factory. Lucky thing, in many ways, because I think in the society like Russia, which is so regulated and so uniformed, Человек должен к себе быть требовательным, я считаю, больным, если он может. Ты знаешь, с чего начинался Бородский для меня? С того, что я узнал, что он в 14 лет ушел из школы. Пожалуй, меня это удивило, когда человек преподавал на английском и закончил 8 классов при этом. Я лауреат нобелевской премии. Ну, хотя бы 9 можно закончить, неполное, среднее получить по советским мерам. Можно потупать. Мне, во-первых, очень симпатично, потому что я похожа отчасти на биографические мои истории. Я понимаю, что в 14 лет уходить из школы некомфортно. Великий человек смотрел в окно. Я родился и вырос в Балтийских боботах. Я родился в различных местах, особенно маленьких. Я очень обстоятельно с геометрией в любом месте. Великий человек смотрел в окно. Предостаточно, ну, не скажу заурядных, но таких как бы обыкновенных папе и маме, да? Любивших его. Но ведь на обыкновенных людях. В каком-то смысле вполне советских. Вот как это рождалась такая сила сопротивления. Потребность в ней. Великий человек смотрел в окно. Это было вот в комнате в этих полутора один, с книгами, с музыкой, с чем-то, с девушкой, не знаю, с ребятами, со сверстниками с вами, когда стихи приходили. Я родился и вырос в Балтийских боботах. В этом есть и какое-то бунтарство, да, все-таки. Он же до конца был таким как бы непримиримым, да, то есть он не шел ни на какие компромиссы. И мне кажется, что вот для человека там в возрасте от 18 до 23-24 лет, Бродский, который в какой-то степени, как мне кажется, в своем восприятии мира остался юношей до самой смерти, да, мне кажется, что это такой аргумент в его пользу. Были и такие, которые, может быть, не столь любили его стихи или там не находили какой-то субъективной привязанности к его поэзии, но восторгались его поступками, его судьбой, его самоотверженностью. И в какой-то степени он стал символом такого эскапизма. Не совсем понятно, что так уж могло раздражать советскую власть. Конечно, некоторые у него есть очень вольные, некоторые язвительные стихи. Он выступал с критикой, называл тот режим, который у нас существовал, тиранией. Но так оно, по сути дела, и было. Географию ему делали, он не особо ее делал. Конечно, я думаю, он понимал, когда был суд, что он говорит и как это может остаться. Ну, что он понимал, ну, говорил. Мне все, что он говорил в суде, все очень симпатично. Человечком плане. Ну, вы что имеете в виду? То, что он диссидент? Ну, да. Ну, пускай, пускай. Ну, ущербно из-за того, что выгоняем из страны людей, таких как Бровский. Ну, мне, например, стыдно. Вот это я недавно пересчитывал стенограмму судана по этому. И это, конечно, чудовищно. Причем у Цветаевой все это было страшно. Вот прям страшно. Страшно, что в жизнь взяла и перевернулась. А у Бродского это было как-то круто. Вот суд, вот он стоит, вот эта какая-то идиотка там зачитывает. Ваши так называемые стихи. А кто вам сказал, что вы вообще поэт? Вы в Союзе писательство стоите? Он говорит, нет. А кто вы по профессии? Тунеядец? Нет, я поэт. Вас где-то этому учили? Ну, в смысле быть поэтом. У вас есть за 200 тысяч документов, а об этом нужен документ. Разве это можно учиться? Я думал, что это от Бога. Великий человек смотрел в окно. Он посмел так ответить в очень непростую, прямо скажем, для себя ситуацию. Человек просто понимает и осознает, кем он является. И может спокойно и прекрасно об этом заявить. Миллионы людей вокруг, которые уже знают, что Бродский это Бродский, что он оставит свое послание всем нам, оставшимся и далее, поколениям следующим. И как-то не было вот, не знаю, вот этой вот трагедийной боли, не было. А сейчас вдруг это все проявилось. Вот сейчас вдруг я понимаю, за последние, не знаю, 7-5 лет окунаюсь в это же. Я понимаю, какой это был мрак. Как это было больно, как это было ужасно, как это было страшно. Как это было страшно осознавать ему и, может быть, более, еще более людям, которые что-то такое, что-то такое услышали. Где-то там звон этих хрустальных сервизов. Какой-то такой надежды, она стала мелькать. Это все стало выговариваемое. И появился этот запах, как сигнал спутника, какая-то надежда. И вдруг это все еще заинтересовало. На грунт на жизнь качнется справа, качнувшись влево. Я думаю, что если бы этого процесса не было, Бродский все равно стал бы великим поэтом. Другое дело, что, может быть, внимание Запада к нему было бы не такое пристальное, поскольку фактически его стали рассматривать как первого политзека оттепили уже. Когда за ним пришли, все, что его глубоко волновало, это недописанный текст про садовника, про сад. Это то, что максимально точно описывает отношения одержимых людей с осуществлением главного дела их жизни. Кладут ли тебя с пеленатым в мокрые простыни у батареи в дурдоме, задают ли тебе какие-то чудовищные вопросы на суде, выставляют тебя полным идиотом, отворачиваются ли от тебя друзья, разворачивается ли защита в западной прессе твоего имени. И тогда это все совершенно не важно, просто потому что там нужно стишок закончить. Суд я не вспоминаю, потому что что там вспоминали. А деревню, в которой я прожил там два года почти, я вспоминаю с колоссальной нежностью людей, я вспоминаю особенно. Замечательные были люди, то есть это уже совершенно как крайняя степень нищеты, и заброшенности, и отброшенности от всего. Ты забыла деревню, затерянную в болотах, Завесенные губернии, где чучело на огородах, Отродясь не держат ни те там зваки, И дорогой тоже все гадит, да буй ракит. Это очень простая история. Вот к нам, вот ко мне обратился губернатор, попросил помочь построить, восстановить избу, где Брест лежил в сроке. И у меня там есть местный медицинский товарищ, я говорю ему, Володь, давай вот, они там представили совершенно сумасшедший бюджет, посмотри, пожалуйста, на месте, как это можно на самом деле все это сделать. Ну, он в качестве дружеской услуги взял под свой контроль и на самом деле построил всю эту историю. И, ну, в общем, финансово поддерживали. Баба Настя, поди померла и песни режи едва ли, а как жив, то пьяный сидит в подвале, либо вадит из спинки нашей кровати что-то, говорят калитку не до ворота. Когда все это получилось, его, естественно, губернатор позвал на открытие. И потом мне за это говорит, слушай, я вообще не знал, что это он, что, поэт великий оказывается? А сейчас я приехал к нему не так давно, и он стихи на известие уже стал изучать. Они же никто не знали, кто он такой. И не знали и сейчас в Аханинской области. Ты забыл о деревне, затеянную ворота, и взгляд его сейчас был так далек от этих мест, что глупый. Я прожил там два этих года, вот когда ты утром, я не знаю, часов шесть на заре, да, выходишь там в поле, да, и идешь, да, солнышко встает там, это то ли тундра, то ли леса тундра, и ты понимаешь, что вот в этот самый час, вот по всей вот земле, по крайней мере на европейской территории, то есть СССР, да, миллионы точно так же выходят из дома и идут, да. А зимой там колют трава, и сидят на реке, и звезда моргает от дыма в морозном небе, и не взится к в окне невеста, а праздник пыли, да пустое место, где мы любили. И вот если у меня есть какое-то понятие народу, то есть если оно у меня как-то возникло, да, или какого-то отождествления себя с теми, среди кого я жил, вот это было оттуда. Он дал определение поэзии, что это дух, пространство и время, с большой буквы. Вот насчет пространства, постепенно, как мне кажется, с десятилетиями, он стал сомневаться, это ничего не меняет. Цивилизованное пространство, менее цивилизованное, дикое. Но человеку все равно хреново получается, и тут, и там. Еще крупный, по-настоящему, он сам будет делать только то, что он считает нужным делать. Какие бы вокруг этого не были страсти, какую бы цену его жизни не пришлось бы за это заплатить. Свобода – это когда ты делаешь выбор, но при этом остаешься счастливым человеком. А такое практически невозможно. Вот эта свобода, которая дороже всего, что есть на свете, в том числе, так сказать, креста, овала, поскольку и до нашей веры существовало, вот это такой очень существенный мотив. Он, конечно, является абсолютно центральным в поэзии Бродского и для меня является центральным. Он мысленно уже ступел на зушу, и море обернулось, морем звезды. Все люди того поколения, которых я знаю, они все каким-то образом уехали. Было понятно, что они к этому шли совершенно сознательно, и у никого специальных планов оставаться там не было. То есть Бродский не был привилегированным, но, безусловно, был в какой-то такой культурной элите тогда состоянием. Как будто жизнь качнется вправо, качнувшись влево. И он говорит, ну вот что Бродский. Я сейчас тебе дам заполнить бумаги. Ну, такой нормальный переход, да. Значит, в кратчайший срок мы, значит, все рассмотрим, вот и вынесем решение поздно. Значит, я говорю, а если я, значит, сам откажусь заполнять бумаги? Он говорит, тогда, я цитирую, тогда в чрезвычайно обозримом будущем у тебя начнется довольно горячее время. Ну, мне было тогда уже, что, 32 года, да, там, я, скажем, там, я трижды сидя, уже два уже, значит, в этих самых, сидя, в этих самых mental institutions и так далее, то есть и все остальное, да. Ну, в общем, вроде, особенно мне этого объяснять не надо. Пуститься мы в море вслед за кораблем и рассекая волны гибким телом, возможно, обогнать его. Никто на свете не знает, никто на свете не ждет, мы так далеко. Ночное солнце устанет, и на мгновение зайдет и встанет легко. И это бледное солнце Увидим берег легко, далеко, далеко, далеко. Он уехал, зная, что благодаря своему отъезду не станет счастливее. Он уехал просто потому, что, наверное, на тот момент считал это важным для себя, нужным. Он в какой-то момент понял, что он поэт. Все остальное вторично-производно. Вся жизнь закончена где-то, и что там ждет впереди, не видь и не жди. Минуты встают часа, часы превращаются в дни, мы в море одни. Но мы начнем снова. У моря нет ожиданий, и нет судьбы его. Ничего, ничего, ничего. Самый мучительный факт это то, что он был разлучен с родителями. Просто невозможно совершенно читать письма мамы его. Он готов заплатить эту цену и даже большую цену, потому что А, очень крупный, Б, решение принципиально для себя. Далеко не у всех людей есть способность отстаивать это так, как удавалось это Иосифу Александровичу отстаивать. И далеко не у всех есть такая уверенность, что ты то, для чего ты создан, это действительно то, за что не страшно ничего отдать, это действительно то, что важнее всех внешних превходящих обстоятельств. И, пожалуй, вот этому, мне кажется, надо учиться и учиться просто этого человека. Он никогда не был сомнений в том, что он выбрал. И только эта свобода Спасает нас и пьянит Последние дни Глаза запомнили небо И сердце открылось ветрам И где то все там Именно в минуту отчаяния И начинает дуть попутный ветер Ощущение вакуума Ну, разумеется же, оно возникло. В конце концов, это неудивительно в человеке, который прожил там, скажем, большую часть своей жизни, как тогда это было в коммунальной квартире, да, или в обществе, которое все время наставило на общих, на объединяющих ценностях, на идею общего знаменателя. Я сказал себе, Жозеф, ни в коем случае не веди себя, как будто что-то значительное произошло. Веди себя, как будто ничего не произошло. И некоторое время мне это удавалось, то, что по-английски называется poker phrase. «И что там будет неважно, нас все равно это ждет через день, через час, через год». «После того, как он покинул Советский Союз, и его жизнь, в общем-то, в одночасье стала достаточно, ну, вот в бытовом смысле легкой, когда он переехал в Америку». Я с Женом не берусь судить о том, был ли для него Нью-Йорк в большей степени родным городом, чем Ленинград. Да, по большей части это и не важно. Важно то, что он говорил, важно то, что он писал. Нравился ему Централ Парк, там больше, чем Васильевский остров, но давайте оставим это ему в конце концов. У него спросил Соломон Волков, «А как же вы живете в Нью-Йорке? Вы не чувствуете, когда вы выходите в эту толпу пеструю, разноцветную, разодетую, в невесть что, и вообще себя абсолютно чужим на этом празднике жизни?» И Бросхий так выкачал головой и сказал, «Слушайте, ну, когда я на Литейне выходил после того, как я стишок напишу, я не чувствовал себя больше своим, больше местным, больше здешним и каким-то в своей тарелке, так что для меня разницы никакой». В один прекрасный день, я помню, я что-то там сочинял, переводил, я уже не помню, я потянулся в своей комнате, в своем кабинете, где я сидел за стол орелом, и вдруг я узнал этот жест, я понял, что этот жест я бы совершал где бы я ни был, в Америке, в России и так далее, то есть все равно рука потянулась бы за этим, да, и в этот момент то ли Маска смотрел в свое лицо, то ли существование стало естественным, я уже не знаю, как это определить. Ну, то, что я хочу сказать, что Бог – это Слови, совершенно не в этом дело, да, ну, просто я более-менее знаю, что я такой, да, и мне неохота, в общем, определять себя в более абстрактных категориях. Впервые я услышал о Бродском и, собственно, вот всерьез о нем что-то узнал. Как раз ровно через год после его вынужденной эмиграции. Мы в стройотряде читали стихи Бродского на всяких там этих фестивалях и прочих, выдавали там за назымы Хехмета, Высоцкого, за кого угодно. А поскольку люди советские, ну, были не очень грамотные, то все прокатывало на ура. В 77-м году в стройотряде мне приятель, знакомый, на память без бумаги прочитал Кольбель Трескового мыса. И это уже было влияние и философское, и, собственно, поэтическое. Как бесчисленным женам Гарема всесильный шаг изменить может только с другим Гаремом. Я сменил империю. И этот шаг продиктован был тем, что несло Гарелым с четырех сторон хоть живот крести. С точки зрения ворон с шести. Это тоже парадоксальность мира. Его четыре измерения, а посмотришь, по другим шесть измерений. А еще, как мне посмотришь, в нем будет десять измерений. Одна из причин популярности Бродского это вот советская интеллигенция. Это все-таки были люди, как правило, думающие. И то уровень так просто интеллекта, просто IQ Бродского, он был выдающийся. Чего много у многих и у вас объединенных не было. Это фундаментально безусловно отличало. У меня вот есть у него любимая строчка, типа там, он сказал «Когда-нибудь в серую краску уставишь взглядом, ты узнаешь себя и серую краску рядом». Когда я это прочитал, я несколько раз это перечитывал и думал, как же так? В две строчки вложить столько смысла. И взгляд его сейчас тут так далек от этих мест, что был умный. Я сидел в компании джазовых музыкантов. Это первое было аудио такое в мои уши. Одна замечательная дама просто прочитала и сделала это как-то так дерзко и прям там же и на отмашь такие строчки попадаются, дерзкие. Броскин Броскин уже не Маяковский. Его не поскандируешь, он не обращается к массам. Если ты цепляешься за него и начинаешь с ним разговаривать, это, конечно, процесс интимный. У меня претензии к ним. Если брать такие самые популярные, самые известные его стихи, «Лучше жить в глухой провинции моря», там есть строчка «Как там Цезарь, вероятно, все интриги, все интриги, верное обжорство». Вот и прожили мы больше половины, как сказал мне старый раб перед Таверной, мы, оглядываясь, видим лишь руины. Взгляд, конечно, очень варварский, но верный. Был в горах, сейчас вожусь с большим букетом, разыщу большой кувшин воды на львуе, как там Ливи и мой остров или где там, неужели до сих пор еще воюем? Неужели спрашиваю? Тут есть что-то, мне кажется, неправильное, высокомерно отстраненное. Бродский все-таки, наверное, поэт отчуждения какого-то. Ты дистанцируешься за счет аналитичности от объекта. У него нету призыва к действию. То есть мне, как ученым, он очень близок, потому что там чувств мало, даже чувства аналитические, они такие, знаете, препарируются, на мой взгляд. И вообще я Бродского, как бы сказать, воспринимаю в основном не как поэта, а как мыслителя, которому почему-то удобно свои мысли излагать в поэтической форме. В юности я читал Бродского, потому что его надо было читать. Просто потому что это надо было знать, потому что, не владея этим контекстом, ты как бы не владел, ну, как это называется, ну, культурными кодами, извините, пожалуйста, своего времени. Понятно, что уже есть флёр, уже есть какая-то легенда, уже есть идеология, это всё вот раздувается, раздувается, что это для снобов, это про Питер, это вот... Ты чувствуешь свою причастность к чему-то такому, что ты потом можешь ходить и на всех просто вот так... Я Бродского читаю, а ты иди отсюда. Поэты из книжки, с которыми знакомятся в школе, их набор очень понятен и вызывает оскомину. И потом вдруг оказывается, что были ещё вот такие стихи, которые гораздо ближе, которые на совершенно другом языке написаны, которые написаны на языке, который очень не характерен для 90-х, а это, собственно, момент взросления этого поколения. И, наверное, именно это производит эффект, что, с одной стороны, это очень близко, а с другой стороны, это сформулировано совсем по-другому. Для моего поколения Бродский, я думаю, в определённый момент, конечно же, стал мемом. Знаменитый демотиватор с портретом Бродского с тегом, есть и другие поэты. Я думаю, что это, конечно же, попадание в 10. «Всё в тоске необъяснимо, как будто жизнь начнётся снова...» Вот когда вы жили в Ленинграде, в Питере, вы жили совсем недалеко от того дома, в котором жил Нобель. Угу. Когда вы проходили мимо этого дома, никаких параллелей у вас не возникало? Абсолютно никаких. Ну, вот видите, как получилось. Ну, просто совпадение. Я думаю, что со временем в том доме, на котором вы жили, будет мемориальная доска, и там будет написано об этом. Мемориальные доски появляются только после смерти человека. Чем позже это произойдёт, тем лучше. Спасибо. Я желаю вам долгой жизни. «Как будто будут цвет и слава...» Мне важно, что он просто живой дядька. Мне нравится, что он рассказывает скабрезные анекдоты на публике, что половина его интервью записаны либо в ресторанах, либо на каких-то диванах, где он вальяжно развалившись, не знаю, безо всякого галстука выпивает вино. Что он разговаривает просто, ясно и в то же время абсолютно по-человечески. То есть он экает, он постоянно говорит «как бы там». Все остальные какие-то такие бронзовые более-менее, а он всё-таки живой и светится. У меня было ощущение совершенно жгучее такое в какой-то момент. Как же так? Вот он же здесь был, ну что же я родилась-то немножко позже, чем надо. В таком, наверное, возрасте сильно тинейджерском я поняла, что у меня друзья делятся на две категории. Есть друзья, для которых Цой, это вот Цой, а есть какой-то Бродский. И я так была, ну надо или определяться, или знать уже и про Цой, и про Бродского. не помню, что это было за стихотворение, помню ужас, потому что человек читал, вот та-та-та-та. Это была какая-то кодировка нашего сообщества другого, чем все остальное. И я совершенно не понимала его стихи тогда. Мне просто нравилось говорить, что я принадлежу к этой компании. Мне кажется, что вообще в моем поколении это был такой абсолютно властитель. Хотелось в какой-то момент просто взять, поехать, что-то непонятно, что говорить, правда, что сказать, приехавшую, но что-то вот как-то сделать это совместить эти пласты, которые чуть-чуть разошлись. Бродский не объединил никакого поколения как поэт. Просто это значительный миф человека, якобы свободного от того, что вы называете совком, никогда в жизни не работавшего, проведшего блистательный в своем идиативный судебный процесс, ссылка, эмиграция, вынужденная, причем эмиграция, потом вот эта вот Нобелевская премия. Может быть, он об этом задумывался с самого начала. Мне кажется, что он такой как премиум-то шел. Как будто будут цвет и слава. Для человека частного и частности эту всю жизнь какой-либо общественной роли предпочитавшего, для человека, зашедшего предпочтения этом довольно далеко и в частности от Родины его лучше быть последним неудачником демократии, чем мучеником или властителем дум в деспотии. Беззвучно распадался Карфаген задолго до пророчества Катона. Всякая новая эстетическая реальность делает человека ее переживающего лицом еще более частным и частности эта, обретающая порой форму литературного или какого-либо иного вкуса уже сама по себе может оказаться если не гарантией то формой защиты от порабощения. Ибо человек со вкусом в частности литературным менее восприимчив к повторным и ритмическим заклинаниям в свойственном любой форме политической демогогии. Дело не столько в том, что добродетель не является гарантией создания шедевра сколько в том, что зло особенно политическое всегда плохой стилист. Это просто история про Иванушку-дурачка про мальчика из коммуналки который стоит во фраке и ему аплодирует Нобелевский комитет. Это показывают по телевизору он там читает что-то надорванным голосом кто вспомнит вообще что он читал после Нобелевской лекции после нее читалось 24 декабря 71 года. Кто вспомнит из этого стихотворения что-нибудь кроме того что каждый сам себя царь верблюд это дело уже не в стихах которые он писал конечно политическое Нобелевка ну как всегда мне кажется что больше всего Бродский боялся славы не поэтической не языковой а какой-либо другой так как ему гораздо важнее было любое признание или вообще работу ну понятно в этой сфере чем в борьбе с режимом или в какую-нибудь там правозащитность он не занимался же этим особо он подписывал там письма ну мягко Бродский научил меня что поэт это только тексты этот язык поэтический он является эталонным это было общее место это было частью так сказать поэтического мифа но когда на дверном сквозняке из тумана ночного густого возникает фигура в платке и младенца и духа святого ощущаешь в себе без труда смотришь в небо и видишь звезда особенно учитывая то что Бродский был воспитан в атеистической среде явно не только что не в православной но и не в христианской вообще не религиозной написал одни из лучших христианских стихов едкий какой угодно светский поэт написал такие пронзительные живые стихи совершенно детская одержимость новыми разными удивительными словами все что он слышит впервые все что кажется ему забавным все что кажется ему остроумным все что кажется ему понижающим резко пафос из текста он винчивает у него огромный словарь вещи и люди нас окружают и те и эти терзают глаз лучше жить в темноте мне сложно например после него было воспринимать вообще поэзию любую не такую то есть мне все время виделось там какое-то жеманство все время какое-то позерство какая-то искусственность вещи приятные нет ни звания добра внешне а если вник вник и внутри нутра внутри предметов пыль прах древоточек сжук стенки сухой моты неудобно для рук пыль и включенный свет только пыль и зарит даже если предмет герметично закрыт для меня по большому счету он оказался поэтом в большей степени как нежели о чем было ощущение что человек работал над словом работал над смыслом который он закладывал и это был такой своего рода мастер-класс русского языка мать говорит кресту ты мой сын или мой бог ты прибит кресту как я пойду домой как ступлю за порог не поняв не решив ты мой сын или бог то есть мертв или жив такой на самом деле зубодробительный блюз потому что я под него как-то сидел дома что-то стал наигрывать на гитаре и получился просто охренительный блюз мать говорит христу ты мой сын или мой бог ты прибит кресту как я пойду домой как ступлю за порог не поняв не решив ты мой сын или бог то есть мертв или жив смерть придет и найдет тем ваще глад визит смерти точно приход женщины отразит это абсурд вранье череп скелет коса смерть придет у нее будут твои глаза мне казалось естественно это была иллюзия мне казалось что я что-то понимаю воспринимаю то что он вкладывает в свои стихи когда мне уже было 25 лет и у меня начался роман с моим мужем во многом начался благодаря Бродскому я где-то послушал как сам Бродский читал свои стихи и мне казалось что то как я это делаю это довольно похоже Илья мне читал Бродского бесконечно это был такой способ кадрижа по другому не сказать она меня очень пугала своими родственниками рассказывала что вот понравиться многим из них будет совсем невозможно и так получилось что как раз Вере Васильевне очень нравилась моя манера чтения стихов Бродского мама считала что ну это конечно наш человек что соответственно способствовало улучшению моих отношений с моей тогда еще будущей женой Мужчина читающий Бродского это конечно мужчина у которого явно шансы выше в этом плане стихи Бродского завораживающе действуют на молодых там не было вообще по-моему ни одного молодого человека который бы в то время не ухаживала за девушкой читая ей как жаль что тем чем стало для меня твое существование не стало мое существование для тебя я был лишь тем что ты там не нужно в плечах смутный облик сначала много позже черты я помню что я это слышала ну просто какое-то прям большое количество раз у него есть прекрасные любовные и эротические стихи там ошу одесную раковину ушную мне творила шепча это ты горяча божию одесную раковину ушную мне творила шепча это ты теребя что сырую полу рта вложила мне голос окликавший тебя каждый уважающий себя петербуржец читал это ухаживая за девушкой вот ну и девушки тоже часто отвечали стихами бродского я был попросту слеп ты возникая прячась зарывала мне зрячесть так оставляют след так творятся миры так сотворив их часто оставляют вращаться расточая дары так бросаем то лжа то в комбуд то в свет то в темень в мироздании потерян кружится шар я родился и вырос в балтийских поводах вот серых цинковых мол ощущаешь любовь когда потеря вот конечно же все ощутили любовь к Гродскому внезапно когда эту потерю ощутили с одной стороны мы его не потеряли потому что он же у нас в сердце мы о нем говорим и он есть и он в общем-то никуда не уезжал но с другой стороны конечно же это потеря потому что мы его все-таки же потеряли его какое-то время здесь не было он какое-то время здесь не впитывал то что он должен был впитывать и я думаю что много стихов не было создано вот в то самое время может быть может быть в самое непростое время он кое-что не написал потому как ну он был русским поэтом но жил уже там он принадлежал полностью целиком и полностью к русской культуре он творил на русском языке но он говорил что когда он пишет стихи по-английски это для него такое баловство какое-то не очень серьезно самое главное для него был русский язык но вообще это все хрестоматийно очень получается сначала травят что типа вот плохой-плохой бездарный-бездарный а потом говорят ой нет это наше все как поэт может перестать национальное восприятие быть национальным поэтом что до этого должно случиться это же не решает совершение политбюро наверняка есть в России желание наложить на него лапу и сказать что вот этот наш но наш какой культурный вот например к сегодняшней России я не думаю что он принадлежит хоть как-то извиниться вообще сначала надо признать ошибки я бы вот у той судей которая его судила я бы у нее в свое время интервью взял было бы интересно поговорить спустя годы как вам было судить поэта великие человек смотрел в окно мы наверное ждем что если он вернется то он станет какой-то огромной национальной величиной про которую будут знать все а на самом деле это возвращение оно по-моему произошло просто понятно что это не будет поэзия для миллионов важно что она доступна для миллионов если они захотят к ней прикоснуться нет никакого барьера вообще полное возвращение на родину будет когда будет снят телемовик его сыграет безруков это скоро случится вы понимаете вот если он станет второе наше все во что трудно верится по совокупности причин но значит будут просто больше читать это же хорошо все будет хорошо в школьный курс обязательно введут несколько стихотворений и объяснят как их следует понимать и все будет лежать на своих местах просто в культуре есть такая позиция важного поэта с биографией с действительно собственным поэтическим миром ставящего вечные вопросы на некоторые отвечающие «Вся жизнь закончена где-то, и что там ждет впереди, не верь и не жди, минуты стали часами, часы превращаются в дни, мы в море приподни» Осталось жить довольно мало и с нового дворица в родном городе я не в состоянии то есть я не могу это себе представить не говоря уже чисто об эмоциональной стороне этого дела «Я родился и вырос в балдейских наборах» Бог даст, приеду не даст, не приеду там никого и ничего не осталось там осталось некоторое количество друзей те, кто мне был дороже всех либо мертвы, либо за кем-нибудь замужем гораздо лучше это держать в сердце или в памяти и любить то, каким это было «Глаза запомнили небо и сердце открылось ветрам и где-то все там, и что там будет неважно нас все равно это ждет через день, через час, через год» Ну у Васильевский остров не случилось у него, да, не пришлось пришлось в Венеции, там тоже вода Независимо от того, является ли человек писателем или читателем задача его состоит прежде всего в том, чтобы прожить свою собственную а не навязанную или предписанную извне даже самым руководным образом выглядящую жизнь ибо она у каждого из нас только одна и мы хорошо знаем, чем все это кончается было бы досадно израсходовать этот единственный шанс на повторение чужой внешности, чужого опыта Я познакомился с интересными студентами в Венеции, в Кафоскаре Они занимаются изучением русской культуры, русского языка и когда мы заговорили о том, что им более понятно в русской культуре я говорю, ну вот Пушкин, нет, Пушкин тяжело понимать, переводить, уже устарел Я говорю, ну а кто из современных поэтов, например? Они сказали, Бродский Я была в прошлом году в Венеции и долго-долго куляла, и в какой-то момент напоролась на русскую группу и экскурсовод сказала, а вот на этом самом месте 20 лет назад я видела Иосифа Бродского И половина группы просто упала на колени и стала как-то фотографировать, естественно, этот кусок какой-то мостовой просто трогать руками Была гидом рассказана следующая история что в свое время, когда Бродского выслали из Советского Союза он попросил венецианцев оставить его у себя Сиятельная Республика ответила, что сделать это не может поскольку он не родился в Венеции и предоставить гражданство они не в состоянии И с этого момента как-то Венеция для меня поблекла, надо сказать Я увидел мелкую лагуну, обшарпанные фасады Ну, как-то все, и климат Я думаю, ну что вот в этой Венеции такого Вот это опеченский фасад с боровичами в одном флаконе Завернув за арсенал, я увидел эту Венецию Бродского Цветные простыни, какое-то белье висит Это настолько было завораживающе Это райончик, где фактически туристы не ходят Я только-только стал министром У нас были переговоры довольно тяжелые в Италии Потом нам дали полдня отдыха, повезли в Венецию И я оказался в знаменитом кафе «Флориан» на площади Сан-Марко В знаменитой Венецианской площади Вышел главный менеджер И сказал, а еще в нашем кафе любил бывать Джозеф, как он его назвал, Бродский Пройти по местам Бродского в Венеции, его глазами посмотреть на Венецию, я даже как-то попробовал И как ощущения? Я это не до конца понимаю Он мне вообще во многом не до конца понятен Ну, потому что здесь уже я ухожу из понятного мне рационального мира Куда-то вот в этот поэтический, визуальный И я там как-то плохо ориентируюсь Ну, правда, кладбище сам нашел Там трудно довольно найти его могилу на кладбище Этот путь на Сан-Микеле через Венецианскую воду, он же много раз проплывал Он знал, что его что будет, все знал Боялся и не боялся И какой-то силы ему давал Ни страны, ни погоста, не хочу выбирать На Васильевский остров я приду умирать В этих строках как бы есть некое завещание, как мне кажется Но вот оно исполнено не было в тот момент, ну, по каким-то причинам Но у меня есть большая злоба по этому поводу Почему написал На Васильевский остров я приду умирать А как ты сделал все по-другому И душа неустанно, поспешая во тьму Промелькнет над мостами в Петроградском дыму Мало того, хорошо известно, что многократно его звали В том числе разные уважаемые люди Начиная там с Собчака И кончая уже не знаю кем Не приехал Я, наверное, я как-то думал про это Наверное, я даже могу понять Сложный психологический выбор Это для него вопрос был, наверное, трудный Но я не согласен Так неправильно Хотя он пришел умирать в другое место Но это не важно А важно этот выразующий ритм Это мощное видение Видение, как будто он смотрит с высокой горы на весь этот мир Видит его целиком, этот мир, понимаете? Не кусочки, не фрагменты Которые обычно мы все, видя малую часть А он видел целиком Я родился и вырос в Балтийских пободах Великий человек смотрел в окно А для нее весь мир кончался краем И увижу две жизни далеко за рекой К равнодушной отчизне прижимая щепой Словно девочки-сестры из непрожитых лет Выбегая на остров, машут мальчику вслед Я родился и вырос в Балтийских пободах В окне серых цинковых волн Всегда набегавших в окне Хотели бы вы поехать в нашу страну? Хотел бы Как вы думаете, это реально? Понятия не имею Он бы приехал бы Ну как, ну весь Питер бы Его встречала бы вся страна Тысячи интервью Отдирание кусочков одежды Восторженных питерских барышей Нет, я что-то не представляю Совершенно, как бы он мог вернуться В Ленинград 90-х годов Полагаю, что основания были веские Не возвращаться Может быть, обиделся Я бы обиделся Будучи человеком На самом деле очень стеснительным Он боялся, что это будет иметь Какой-то такой пафосный характер Вот это его возвращение Что будут какие-то встречи Чрезмерное внимание средств массовой информации Бродскому идея Вернуться таким победителем Да, под камерой И все, была просто не очень близка Мы же смотрим своими глазами Вот я вернулся на родину А что такое вернуться Глазами поэта В новую действительность вообще У него был пример Цветаевой Которая вернулась в новую страну В эти согласные буквы Плюс семья Ребенок маленький Здоровье У него же было очень больное сердце Такое переживание могло бы стоить ему Тех лет жизни, которые он успел Провести со своей маленькой дочкой А это ценнее, чем любая родина Спустя почти 20 лет После того, как в Нью-Йорке Не стало поэта Иосифа Бродского Вещи из его последнего американского кабинета Прибыли морем в Санкт-Петербург А еще так совпало Закончилась многолетняя тяжба За принадлежавшие поэту Полторы комнаты в доме Мурузи И стало возможным Хотя бы говорить о том Что когда-нибудь Сюда смогут войти люди с улицы Наверное, так и должен Начинаться музей Великий человек смотрел в окно Мы вот сейчас так сказали А я с ужасом задумался Что нет музея Потому что для меня кажется Что это такой абсолют маст Мне кажется, это должно произойти Даже только ради того Чтобы, может быть, каким-то образом Не знаю, порадовать его там Немножко Ну, как бы поэт должен Жить дома, там, на родине А музей И, там, круглый стол За которым он сидел И, там, палка, которым Ковырялся в носу И ложка, из которой он ел Малиное варенье Это, безусловно, тоже важно Но это такое приятное дополнение После того, как он покинул Пределы Советского Союза Я не знаю Многое ли сохранилось И можно ли многое затребовать Чтобы нам передали Здесь нет, на мой взгляд Какой-то, там, острой нужды Сделать что-то Какой-то знак, жест Чтобы показать Что мы вас все еще любим Вас все еще нужны Мы же правда его любим Он все равно нужен В виде памятника ли Или в виде, там, мемориальной таблички Или в виде, там, чашки на подоконнике В музее-квартире Стол, кресло, лампа Модель самолетика Родное лицо в фоторамке Черновик неопубликованной рецензии Пепельница, письмо Вещи, оставшиеся без хозяина Теперь, как слепые котята, ищут дом Возможно, тот самый Угол пестоля и литейного Дом Мурузи Второй этаж Двадцать восьмая квартира Там может все измениться В этом пространстве Вещи Но вид из комнаты Остается прежним Сохранились стены Сохранился пол Вот здесь ходил Здесь стоял Вот здесь была фотография Вот в этом углу Вот на балконе Там с мамой Видишь, так просто стоишь Это немножко компенсирует Вот эту вот обиду То, что его нет На Васильевском острове Это дает возможность В момент Какой-то Кислородной нехватки Прийти и просто посмотреть Эти Бумаги Этот почерк Это Что-то такое Все-таки Присвоить Большая часть Личного архива Поэта Его дневники Письма И записки Завещанием Бродского Надолго защищены От любопытства публики Даже у открыток Которые он со всего света Отправлял в Ленинград Можно разглядеть Только лицевую сторону Кто его знает Сколько всего важного Можно уместить На одной небольшой открытке Особенно если любишь Мы постарались Подписанные героями Этого фильма Очень личные послания Станут первыми экспонатами Музея Бродского Ну, это если когда-нибудь Эти полторы комнаты И вправду станут музеем Дорогой Иосиф Александрович Настоящие стихи Не нуждаются в музыке Музыка в них и так растворена Стихи вечные Могут музыку и впустить Простите меня за попытку Олег Нестеров Пусть там, где вы теперь обретаетесь Вам легко пишется Остро видится И ведомо, что ваше имя По праву одно из величайших В истории словесности Не хочется писать открытку Не понимаю, что там писать На самом деле Единственное, что я понимаю Я напишу Это ужасно жалко, что вы уехали И как бы было здорово, чтобы вы вернулись Если и не сам Иосиф То хотя бы его кабинет Если и не на Васильевский То хотя бы на Литийный Все равно правильно Хочу сказать вам спасибо За ваши стихи В наши паршивые времена Они нам очень помогают Очень жаль, что не удалось Видеть вас здесь Не научился вас очень многому И поэтому вижу благодарность Мария Тарнавская Иосифу Бродскому Скучаю Иосифу Бродскому От Федора Погорелого Во-первых, спасибо Джозеф, пришли джинсы Митя Стало чуть попроще С перелетами, визами А в аэропорту вай-фай В остальном вам бы не понравилось С днем рождения Я вам многим обязан Благодаря вашим стихам Я нашла утешение Привет от потомков Семьдесят пять лет спустя С возвращением Это так страшно Написать Нет же это Кровь к вискам Я пишу эти строки Сидя на белом стуле За открытым небом Зимой В одном пиджаке Поддав Раздвигая скулы К разуме на родном Стынет кофе Плещет вагуна Сотни мелких бликов Тусклый зрачок Казня За стремлением запомнить Этот пейзаж Способный Обойтись без меня Великий человек Редактор субтитров Субтитры создавал DimaTorzok